Привет всем Звёздным Войнам Галактики, вы на канале Павла Ларина. Наше сегодняшнее видео будет посвящено теме, о которой многие забыли, но которая играет довольно важную роль во вселенной Звёздных Войн, о теме хакеров или как их чаще всего называют Слайсеров, ну или лейдорубов, как пишут некоторые переводчики. Кстати, как вы можете видеть, видео выходит в субботу и я планирую сегодня, а возможно так же и завтра провести стрим, так что если хочешь не забудь поставить лайк по этому поводу и напиши комментарий, если тебе нравятся стримы. Впрочем, не будем отвлекаться от темы бойцов невидимого фронта вселенной Звёздных Войн, знатоков электроники и компьютерной техники, использующих свои умения и навыки для взлома компьютерных сетей, кражи паролей, а также выуживания информации из самых различных источников. Да что там говорить, даже сам Дарт Вейдер однажды подстрадал от хакерских атак, когда один неизвестный Слайсер немножечко так подшутил над Вейдером, предварительно подобрав его пароль. И да, про детали этого инцидента мне неизвестно, знаю лишь, что хакер впоследствии посоветовал Тёмному Лорду не использовать имя его любимого питомца в качестве кодового слова. Вообще, прямо говоря, хакерами во вселенной Звёздных Войн могли быть не только люди и инопланетяне, но и вообще любые разумные существа, включая дроидов, в зависимости от того, на что они были запрограммированы, конечно же. Собственно говоря, даже в фильмах мы могли лицезреть то, как всеми нами любимый R2-D2 взламывал компьютерные сети и замки, да и чуть менее известный, но оттого не менее популярный в узких кругах Т3-М4 прославился своими умениями взлома компьютеров и электронных замков. Так же, как и в реальной жизни, услугами взломщиков пользовались самые различные организации и существа, включая как таких гигантов, как Галактическая Империя и Новая Республика, так и многочисленных криминальных лордов и богатых охотников за головами, а также некоторых джедаев. Республика и Империя даже специально обучали особые отряды, способные взламывать электронные замки и пароли, и об одном из таких отрядов, командос Шторм, у меня даже есть видео. Ну а некоторые высококлассные наёмники, такие как Джанго Фетт, сами могли выполнять некоторые из простейших хакерских функций, хотя для раскрытия электронной защиты особой сложности даже таким профессионалам, как они, приходилось прибегать к помощи, если так можно выразиться, экспертов и специалистов класса повыше. Многие из таких вот специалистов-хакеров, кстати, обладали настолько высоким уровнем своего мастерства, что даже трактовали условия таким опасным криминальным личностям, как БОСК, при этом чувствуя себя в безопасности, зная, что их навыки ценились на вес золота. Впрочем, это не отменяло того факта, что некоторым из клиентов-хакеров, а, наверное, ещё чаще некоторым из их жертв эта заносчивость не только не внушала уважения, но и ещё вызывала желание отомстить, да побольнее, устроить персональную вендетту, так сказать, и это ещё не говоря о возможности их ареста полиции. По этой причине многие хакеры, как обычные любители, так и профессионалы общегалактического уровня предпочитали скрываться под каким-нибудь выдуманным именем, вроде «Малюсенький F». Некоторые из них были настолько продвинутыми, что могли не только изменять своё голографическое изображение и голос, но даже создавать очень точные копии электронных документов, а также изменять свой генетический код и генетический код своего клиента. Некоторые даже были настолько продвинутыми, что создавали себе клонов, на которых вполне возможно затем сваливали совершённые ими преступления. Вот такие вот продвинутые хакеры. Собственно говоря, были и такие хакеры, которые специализировались как раз на выполнении вышеуказанных махинаций, создавая новые личности для себя и своих клиентов и осуществляя от их лица незаконную активность. Другие же предпочитали специализироваться не на создании новых личностей, а лишь на краже информации, то есть по совместительству являясь контрабандистами, информаторами и слуйсерами. Не путать со словом слайсер, о котором мы говорили в начале этого видео и которым называли всех хакеров в принципе. Так вот, эти слуйсеры или как их название можно перевести протёчники воровали ценнейшую информацию, затем используя её в своих целях или для продажи, а иногда и в качестве своего рабочего или военного долга. Ведь, как нам известно, многие из слуйсеров официально работали на Галактическую Империю, используя вместо имени код. Ну что же, подводя итоги, мы можем сказать, что хакеры, также известные как слайсеры, являлись одной из ключевых частей вселенной Звёздных Войн, борясь как за светлую, так и за тёмную сторону силы, а также порой за себя и стремясь улучшить своё собственное благосостояние. И да, не забудем указать, что впервые термин слайсер был введён ещё в 90-е годы в книгах Тимоти Зана. Поскольку имя этого автора, написавшего множество интересных книг о Трауни, для многих вызывает приятное чувство ностальгии, я просто не мог не включить его упоминания в моё сегодняшнее видео. Спасибо всем вам за то, что досмотрели видео до конца. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал и давайте вместе ждать стрим. До новых встреч и да пребудет с тобой сила. Всегда. Субтитры создавал DimaTorzok